всем привет друзья вы на канале Бухай ТВ и сегодня друзья у меня на обзорчике вот такая вот настоечка колос пшеничная пшеничная настойка что хочу сказать я пью когда-то давненько водку колос это будет 2020 год под хинкали под сметанку с зеленью хорошо мне зашла АБК Днепр большое спасибо за посылочку будем обозревать вашу продукцию у них кстати есть это пшеничная есть еще жиднее есть еще и другой колос у них очень много у них продукции связано и с Петрикиевской и с колосом так что колос я водку когда-то пил давно мне она понравилась что хочу сказать бутылка стандартная обычная водочная здесь правда выдавленные колоски выдавлены колоски здесь такая грань этикетка объем 05 40 оборотов 40 оборотов в средине плавает пшеничка пшеничка плавает такой колосочек плавает это кстати мне нравится когда плавает травинка там пшеничка плавает это мне нравится что еще хочу сказать по этой водочке здесь нарисовано как она сделана колоски попадают в чан потом чана гонится самогон спирт спирт разбавляется водой потом это все смешивается и вот выходит наша водка давайте друзья наливать опа имеется друзья дозатор имеется дозатор потому что если не было бы дозатора то колосок у нас бы сразу выпал бы а пахнет пахнет хорошо ну и наливается неплохо ну давайте друзья вот так как говорится отведаем колоса ну давайте то есть за все хорошее выпьем за все хорошее спасибо большое абы к днепр за посылочку кто хочет заказать настоечки перцов очки голос продукцию кстати коз очень хорошая продукция патрикиевскую продукцию вина коньяки ром сидры лимонады друзья ссылочка внизу в описании и в тиктоке на сайт внизу в описании и в ютубе внизу в описании ссылочка на сайт друзья заходите цены реально хорошие но самое мне самое больше понравилось что есть у них рюмочки с крышечкой по 100 грамм можно взять выпить и закусить давайте друзья за все хорошее абы к днепр заходите друзья заказывайте очень мягко такой знаете я выпил очень легко очень легко во первых это раз во вторых хороший вкус хороший вкус мягкий не немножко тут чувствуется немножко а ты выпил водку на стойку чувствуется от пшеницы небольшая кислиночка ценица небольшая кислиночка чувствуется но в целом это хорошо реально в целом это хорошо что реально зашла первая, ну, как теща подвез. Вот. На закуску, друзья, на закуску у меня мой любимый, мой любимый овощной салатик. Друзья, помидоров больших не было. Я сегодня взял черри, больших не было. Немножко, друзья, лучка туда по крышу репчатого. И, друзья, огурчик свежий. Друзья, сейчас идет весна. Это одна из самых моих любимых закусок. Это хлеб, сыр, колбаска, сыр, колбаска, овощной салатик. Ну, и, блин, это самая тема. И взял, друзья, такую небольшую пиццу. Небольшую пиццу, чтобы, как говорится, тоже было для закуски. Грубо говоря, те же бутерброды, только еще с сыром и соусом. Но самое большее я люблю, конечно, закусывать это салатом. Реально хорошо зашла первая. Хорошо зашла. Так, на пробочке у нас тут обычная металлическая пробочка. Колосок нарисованный. Такое, как бы, этот. Знаете, по второй. Вот. Цвет имеет, по поводу цвета, по поводу цвета. Цвет имеет немножко, немножко, ну, этот, немножко желтоватый. Но желтоватый имеет цвет, это от колоска. Потому что колосок, как бы, сам по себе он желтый, дает немножко желтинку. Но это наоборот, мне нравится, что, например, водка перцовая, водка перцовая. И в ней, например, не плавает перец Это мне уже не нравится Я считаю, должен плавать перец или должен колосок Если пшеничная, плавает колосок В них ежедневная будет жито плавать Давайте, друзья, за все хорошее Мягко пьется вообще Мягко пьется Приятная вкус и вкусия Я должна взглянуть состав Мне тут составчик у них Так, 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 так У меня такое ощущение, что как будто мед присутствует здесь Либо мед, либо сахар Я не знаю, честно сказать Что состав не могу найти Так, так, так Настоянка пшеничная Так, 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 так Блин, ладно Короче, состав я не буду шукать Где-то тут он должен быть 100% состав должен быть Ну, блин, скажу честно Такое ощущение, как будто как мед присутствует Реально, такая мягкость приятная Я, получается, к видосу готовился Общался с людьми по телефону И салат, ну, посолю По соли не попробовал И сейчас реально взял Реально сейчас взял Он и настоялся, он и настоялся Он и Через сок пусть и вообще классный получился И по соли угадал Не пересолью Бывает пересаливаешь, но он вкусный Ну, сметана, она всегда вкусная Уже, друзья, почти май месяц Это, ну, это заведение Где я, получается, беру большие пиццы Ну, когда мы с Бахи снимаем В этом заведении пекут и такие маленькие пиццы Здесь тоже ложится там помидор Сыр, колбаса Почти, ну, тесто то же самое Почти то же самое, что и большую пиццу Но большую пиццу там понятно, что Она больше И риетов больше получается Но она и стоит дороже Это типа такие маленькие Ну, тут сыр Но она реально, вот эта маленькая пицца Она реально вкусная Она сейчас, конечно, уже остывшая Но когда Она сейчас вкусная Главное, что корочки Съедобные и вкусные Ну, давайте, друзья, за все хорошее За, как говорится, за весну Весна такая у нас, как говорится И теплая была, что люди успели уже походить В футболках, в шортах Уже успели, как говорится, привыкнуть к теплу Потом дожди пошли Сейчас опять уже начинает погода стабилизироваться Выпьем за прекрасную, хорошую весну Чтобы было хорошее Хорошее лето, чтобы было И чтобы наконец-то наступил мир Во всем мире Давайте, вот за это я выпью Мягко, хорошо В конце чувствуется процентов на 5 Что ты выпьешь Ну, типа, что выпью настойку Такая прикольная кислинка Либо Либо здесь реально мед добавлен Либо это от пшеницы Скорее всего, пшеничная кислинка Хотя, может быть, и мед добавлен Пшеничная кислинка Такая кислинка Такая кислинка Такая нина У нас очень вкусно А вот это Я с этой кислинка Нина Я с этой кислинка Друзья, летом, когда наступает лето, друзья, ешьте, мой такой совет, скажу честно, мой такой совет, друзья, ешьте побольше салата, с огурцом, с помидором, с маслом оливковым мешать его, можно с подсолнечным маслом мешать, можно со сметанкой делать, можно с мазиком, но я не любитель мазика, поэтому как бы я больше предпочитаю со сметаной. Оценка этой настойки, я поставлю ей 9 баллов, реально настойка хорошая, во-первых, у нее хорошая ценовая политика, ценовая политика, это раз, во-вторых, она пьется легко, реально мягко пьется, реально мягко пьется. Дизайн бутылки, да, простой колос, простой дизайн, колосок плавает, ну это с одной стороны и минус, с другой стороны и плюс, снова же. Нарисована технология, не нашел мне, правда, состав, но я сильно не учитывался в состав, не шукал, будем так говорить. Вот, как там, есть описание, короче, такое, короче ладно, не буду жаркать. 9 баллов, хорошо, мягко пьется, интересный вкус, интересный запах, запах вообще хороший. Так что, друзья, рекомендую взять на пробу колос пшеничный, пшеничная водка всегда чуть-чуть мягче, житняя чуть-чуть грубее, но житняя хороша по-своему, пшеничная хороша по-своему, настойка, что водка, что настойка на этих спектах, хороша по-своему. 9 баллов поставлю, я считаю, 9 баллов это высокая оценка. Почему я не ставлю 9,5? Да, по критериям можно поставить 9,5, но что-то я не ставлю 9,5 баллов, потому что ставлю 9 баллов, твердых 9 баллов, что-то мне не хватило, в плане я не знаю чего, но мне не хватило. Вот, будем так, друзья, говорить. Ну, хорошее, рекомендую. У меня, кстати, будет она еще и на эфирах выходить, эта настойка. Давайте. Мягенько, хорошо. Реально мягенько, хорошо. Фух. Я немножко в салат перчика добавил, черного. А черный перчик, друзья, с алкоголем немножко раскрывается, начинает язычок пощипывать, а я перчик в салат добавлял, и вот это такое пощипывание приятное. Ну, я люблю такое, мне нравится. Оливье, походу, началось. Сейчас, сегодня в магазин ходил, и что, так, 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 какой-то цветок пахнет. Ну, тюльпаны цвери, там еще какие-то цветы, цвери 2-3 вида цветов. И, блин, один мне так в запах попал в нос. Потом на дебюток и думаю, блин, хоть бы у меня на этот цветок не было аллергии. Домой пришел, сразу слышал, носик зачесался, так, что, походу, на этот цветочек у меня аллергия, что у меня нос крутит, крутит колбасит, короче. Ну, друзья, весна, что поделаешь, вот. Ну, коты бегают, как бы их в руки не беру, поэтому и... Я считаю, я считаю, вот, это, да, это простая закуска, если я не стал наготавливаться, для меня это простая закуска, вот, скажу честно, я уже неоднократно рассказывал, домашний сыр, домашний сыр, хлебушек, хлебушек такой свеженький. Свеженький. Лучше, конечно, домашний, ну, это покупной, но кирпичиком, но все равно хороший. Домашний сыр, ну, это покупной сыр тоже. Салат, хлеб, блин, это просто бомба, не надо даже мяса никакого с этим салатом, вот. Я люблю, когда, конечно, больше помидоров, ну, одни помидоры. Можно помидоры, лучок или чесночок. Ну. Точнее, еще пару лагунчиков. Овощи нужно есть, нужно овощи есть, орехи, ягоды, это полезно, все. Для здоровья, для закуски. Вот. Ну, не знаю, я люблю, вот, люблю этот салат. Вот, я как-то зашел, был оливье приготовленный. Думаю, брать или не брать, думаю, нет. Оливье не хочу. Думаю, лучше себе сделаю овощной салат. Будет и лучше, и вкуснее. Не знаю, почему, вот, но люблю овощной салат. А этот, летом я так постоянно хлеб, хлеб, вот, грубо говоря, кусочек колбасы, кусочек колбасы, вот. Вот, нальем. Такое дело, грех не выпить. Вот. Летом я так частенько полюбляю делать. Вот. Рюмочку налил, рюмочку налил. Вот. Да, не только, ну, в основном, как бы, помидоры, горцы, летом, зимой, не такие вкусные, да, и дороговато. Давайте, друзья, за все хорошее, смотрите мой канал Бухай ТВ, друзья, подписывайтесь на мой канал Бухай ТВ. Подписывайтесь на мой второй канал Пауэль, друзья. Подписывайтесь на мой ТикТок Бухай ТВ, друзья, на мой Инстаграм. Это, друзья, все, все, все ссылочки будут внизу в описании, друзья. И, друзья, будут реквизиты, банковские карты, приватбанка и монобанка внизу в описании. Ну, давайте, друзья, за все хорошее. Подписывайтесь на нас. Спасибо, что смотрите. Вам большое спасибо. Мы вас любим, ценим и уважаем. Давайте. Вот так я люблю летом делать. Холоденькой стопочку. Колбасу обязательно берите сельвилат, я люблю сельвилат, только хороший. Это классика, скажу честно. Реально это классика. Это, да, кто-то скажет, я, честно сказать, больше всего люблю пепперони. С колбасой люблю больше всего пепперони. Ну, потом домашняя идет колбаса, ну, а потом сельвилат. Раньше сельвилат не любил. Это сейчас не начал. Хорошие, дорогие сельвилаты попробовал. Они мне реально шикарно зашли. Вот. Кто-то скажет, это, типа, простят. Типа, там, хлеб, сыр, колбаса, салат, блин, ну, это вкусно. Это как картошка и грибы. Вроде бы да, ничего такого нету. Но вчера с одноклассницей со своей общался, ну, на эфире. Вот. Блин, я говорю, я хочу грибов, говорит. Типа, это, типа, я, ну, я рассказал, что видос, ну, посмотрела видосы. Говорит, блин, реально классные грибы. Так что, друзья, грибы это тема. Я действительно любитель грибов. Я не все грибы ем. Нет, я ем все грибы, но просто не все мне грибы нравятся. Вот мне белый гриб, опенок, масленок, мне нравятся эти грибы. И в жареном виде, и в маринованном виде, и, как говорится, этот. Ну, нравится, они мне реально нравятся. Еще мне нравится, у нас горчаки называют, их юбилейный гриб еще называют. Тоже у нас, я не знаю, как она точно называется. Походу, свинушки, чем-то так. Это тоже прикольный гриб, но я его не сильно ем. Ну, и мне нравится, этот, грузди мне еще, грузди, еще нравится. Вот. Ну, грузди надо вымачивать, вымачивать. Он и белый хороший, и черный грузди мне нравится тоже. Ну, его надо вымачивать, немножко мариновать, как говорится, немножко этот, маслянить. Ну, там, конечно, много моробки с ним. Будем так говорить. Ну, он хороший, вкусный, блин. Вот. Так, что вот. Что помидоров мало добавить в салат, а не. Ему одни огурцы и лук. Ну, нет, чуть-чуть помидоров. Что помидоров добавляем много. Скажу честно, вы знаете, вот почему я предпочитаю больше всего водку, мне много кто спрашивает, почему ты предпочитаешь больше всего водку. Я скажу честно, водка это, знаете, это как душа. Ты ее пьешь, ты накрываешь стол. Там, знаете, под виски, там надо, например, определенный стол делать. Хотя это по факту самогон, в дубовых бочках. Я не цитирую Гокабарда. Я просто говорю то, что чувствую. В некоторых висках ты реально пьешь самогон. Вот. Ну, да, там есть какие-то чуть-чуть другие вкусовые нотки. Ну, в принципе, в самогон можно дубовые щепы накидать немножко, подержать, слить и будет то же самое. Практически то же самое, но я не говорю. Мы сейчас не хейтим виски. Вот. Джин по-своему хорошо. Ну, джин по-своему хорошо пьется. Ну, его можно и в чистом виде хорошо пить. Ром по-своему хорошо пить. Виски, я говорю, коньяк по-своему. Пиво по-своему. Но все равно, как бы, самое лучшее, это водка. Она, во-первых, самая простая, самая нейтральная. Это раз. И это два, кстати. Самая простая и самая нейтральная. И ты под ее можешь любую закуску поставить. Ту же тарангу, которая идет под пиво. Тот же хамон, там, чей, мясо, которое идет под коньяк или под виски. Тот же виноград или те же фрукты. Вот. Вот и все. Так что вот и все вопросы на все ответы. Водку, как пьют с лимоном и шлепсом, ты можешь тоже пить водку с лимоном и шлепсом, как пьют джин в основном. Ты можешь выпить рюмочку, закусить лимоном и, если хочешь, запить шлепсом. Или как ром с колой, тоже можешь лимоном закусить или запить колой, или в колу выдавить лимон. Вот. И тоже будет вкусно, тоже будет хорошо. За универсальность водки. Водка это самые универсальные напитки. Да, настойки это уже совсем другая категория. Настойки это уже идут на любителях. Кто-то любит настаивать на колосках пшеницы, кто-то любит на житий настаивать или делать водочку на этом. Кто-то любит на колгане настаивать, кто-то любит на меде, медовуху делать, кто-то любит перцовочку, кто-то любит хреновуху. Это, как говорится, уже совсем другие ветки развития, как говорится. Давайте. И тогда насильно, что кузнец начал, например, начал делать, например, подколы. Ну, коньяк подколы. И все, больше ничего делать. От него, например, он начал делать подколы, а потом начал делать мечи, топоры, копья, вилы делать, начал цапки, плуги делать. И вот чуть-чуть так само и на стойке. От водки это просто ветки идут. Как говорится, как в металлообрабочестве. Просто идут ветки. Так само это. Или как от бронзового века до железного века. Вот так само и здесь. Потому что основа это, конечно, водка, а потом уже пошло уже все остальное, как бы этот, в остальные другие ветки развития. Я считаю, водка один из самых лучших напитков в мире. Не знаю, мне нравится. Я могу и колбаски нарезать, и сыра нарезать, и салатик сделать. Вот под виски я бы, например, с салатом, ну, не сочеталось бы. Салат со сметаной, под виски, или под когляр, или под джин, или под ром. Ладно, еще нарезочка там бы, еще бы хорошо заходила, там, да. Нарезка с этого пицца бы заходила. Но салата же нет. Или борщ, например. Вот. А выпить рюмочку под борщ, это святое. Вот я скажу честно, я люблю борщ, я люблю борщ. Вот, люблю борщ, скажу честно. Вот, солянка мне нравится, ну, не то. Первое место по всем супам я бы отдал борщу. Второе место подал бы солянке. Не, даже третье отдал бы. Второе место я бы отдал бы супу с лапшой. Правильно сваленное, с куриной, с курочкой. И, блин, я люблю этот суп. Он, во-первых, его и в обычной жизни можно хавать. И он тебя, когда усталшее настроение, он тебя реально попускает. Вы поняли, о чем я говорю. Он реально классный. Вот. Уха, уху я люблю варить по-своему, поэтому уха не уходит в мой топ. Это очень затратно, это очень долго я варю уху. Она получается, как, можно сказать, как заливной у меня. Вот. Ну, а так. Вот так у нас получается вкусный салат. Да, я помню, летом, летом с городом идешь, грубо говоря, каждый день. Я не люблю помидоры собирать, скажу честно. Реально не люблю помидоры собирать. Мой дед походим в Царство Небесное, любил помидоры собирать. Ебать, я любит помидоры собирать по городу. Но я не любитель собирать помидоры. Ну, может, в старости я буду любить собирать помидоры на городе. Давайте выпьем за наших отцов, родителей, дедушек, бабушек, наших предков. За тех, кто с нами, за тех, кого уже нет с нами. Так что, давайте выпьем. Уже скоро, как говорится, идут праздники. Великая Пасха идет. Вот. Так что, давайте вот за это и выпьем. Так что, вот. Все, кто есть с нами, тем здоровье. Кого нету, с нами пухом им земля. Всего Царства Небесного. Всего Самонаучшего. Вот за это и выпьем. Так что, вот. Так у нас погода. Что у нас еще получается, свет немножко зависит от погоды. У нас тот, что свет у нас тут. Плюс я еще открываю половину штор. Половину штор открываю. И когда я начинал видео записывать, у нас погода была солнечная. Вот сейчас я так не обращаю внимания. Сидел, сидел, разговаривал, разговаривал с вами, разговаривал. Камеру подошел, гляжу, так темновато немножко. Ну, ничего страшного. Бутерброд народный называется. Ну, блин. Сыр, колбаса, хлеб это свежий. Главное тут, скажу честно. Во всем этом бутерброде играет свежий хлеб. Если такой, знаете, хлеб уже такой, пару дней он уже такой трухловатый, неукусный. Да, его уже неукусно есть. А вот уже, ну, когда хлеб свежачок, вот как сегодня я взял, свежачок. Сыр хороший, ну, колбаса хорошая. Тогда вкусно. А если хлеб такой слабенький, то он уже портит и вкус сыра, и вкус колбасы уже портит. Вот это, конечно, минус большой. Ну, именно всего помидорчика чуть маловато. Хотя помидоров добавил много, что-то. И получилось так, что его как бы маловато. Ну, помидорчики были маленькие, черри, правда. Там сколько, штук восемь добавил, на четыре части порезал. Вот. Огурца как бы этот, ну, вот теперь маловато было. Ну, и так в итоге получилось, что помидоров мало, огурца много. Так что, вот, как-то так. Это все, ну, бывает. Вот. Блин, для этого придет, будут садить помидор. Не, я бы с одного помидора сделал бы салат, но, блин, не было больших помидоров. Вот, в чем проблема. Вот, люблю большие помидоры. Черри мне нравятся помидорки. Ну, скажу честно, они больше коктейльные идут, больше для такого идут. Для всякого там подачи и все такого, как бы. Ну, они тоже хорошие, вкусные. Ну, блин, я люблю больше большие помидоры. В общем, взял помидорчик, разрезал, солькой посолил. Оп, вкусняшка. Ну, давайте, друзья, за все хорошее. За, как говорится, за хорошую весну, за хорошее лето, которое будет. Вот, давайте вот за это и выпьем. Чтобы было хорошее, прекрасное лето. Вот за это и выпьем. Поехали. Уже и помидоры вкусные, уже и огурцы вкусные. Они сегодня такие маленькие, брал. Ну, так салат решил, так кусочек. Я один попробовал. Уже чувствуется, что уже не домашние огурцы, но тепличные. Уже чувствуется, что уже наши, как говорится, не химозные, а уже с помощью теплиц произведенные уже нормальные огурцы. И даже жопку пробовал. Ну, вы поняли. Жопка не горькая. Вот, это самое главное. Жопка не горькая. Бывает в огурцах горькая жопка. Ну, знаете, я скажу честно, я ем, ну, прожевываю, отъем, как бы, ну, такого, ничего такого нет. Ну, все равно неприятно. Вот, например, дитям, там, девушкам, например, это неприятно. Ну, а мужчина, как говорится, может это перетерпеть, это все без проблем. Так что это, в этом никаких проблем нет. Ну, что, друзья, будем выпивать, наверняка, как говорится, нашу финальную рюмочку. И будем, друзья, наверняка, закругляться. Что хочу сказать по поводу этой настойки, чем для них повременней, что у нас. Вот, если на минуту. Что-то положено. Я знаю, когда надо завершать их видос. Вот. Что скажем по этой настойке? Настойка очень хорошая, приятная. Со своим приятным вкусом, специфическим, приятным вкусом. Так что, друзья, пьется легко, хорошо заходит. Все как положено. 9 баллов оценка, 9 баллов оценка. Так же, друзья, 9 баллов оценка, друзья, АБК нету. Ссылочка, друзья, внизу в описании. Заходите, смотрите товар, заказывайте товар. Там есть корзинка, можно заказать много чего. Так что заходите, заказывайте. Так же, друзья, подписывайтесь на канал Бухай ТВ. Друзья, пишите обязательно комментарии. На комментарии мы на все обязательно ответим. Так же, друзья, подписывайтесь на мой второй канал Паулы. Ссылочка внизу в описании. И, друзья, снова же, заходите на мой ТикТок Бухай ТВ. Там постоянно проводятся эфиры. На эфирах можете со мной выпить, можете пообщаться просто со мной. Можете, как говорится, подружиться, как говорится. Можем, без проблем. Так же, друзья, заходите в Инстаграм. Пишите в Инстаграме. Пишите в Инсту. Мы в Инсте тоже с вами пообщаемся. Без проблем, ребята. Я со всеми общаюсь в Инсте. Пишите, что я твой подписчик, тебя смотрю и все остальное. Потому что, если всякие кидают спамы, я их просто удаляю или блокирую и все. Чтобы такого не было. Реквизиты банковских карт. Приватбанка, иммунобанка. Внизу, кто хочет помочь каналу. Все внизу в описании, друзья. Абакаднепр. Большое спасибо за настойки, за алкоголь. Друзья, всем мира и добра. Всем здоровья, всем удачи. Всем всего самого наилучшего. Я просто так наливаю, чтобы не так, чтобы поразнивать салат. Ну, а так, чтобы удобно было говорить и удобно было пить. За все хорошее, друзья. За вас. Давайте за все. Ушли на кастрол. Ушли на кастрол. Ушли на кастрол. Продолжение следует...